всем привет сегодня у меня для вас видео с распаковкой одной посылки здесь у меня должен быть видеорегистратор я не знаю правда или нет сейчас пишут в интернете то что по закону в каждой машине должен быть видеорегистратор но мы в принципе его все равно хотели давно приобрести и эта новость настолько сподвигла если вы знаете то как обстоит дело на самом деле то напишите правда это или нет мы особо не стали разбираться просто решили заказать видеорегистратор и все здесь у меня для вас вот такой вот регистратор он находится в коробке перед тем как начну распаковывать, сразу хочется сказать что посылка ко мне пришла крайне быстро менее чем за неделю, доставляю все из Москвы, трек номер отслеживался, вернее как отслеживался мне вообще привез эту посылку курьер прям на дом, нам так понравилась доставка, что у данного продавца мы решили заказать еще один видеорегистратор на другую машину, вернее заказывала не я, а меня попросили заказать, нам нужен был только один регистратор на одну машину а все последующие, которые возможно я вам покажу позже, а возможно не покажу, еще сама не знаю мы уже заказывали не себе так коробка была запакована в пленку модель нашего видеорегистратора называется вот так Mi Drive как вы видите, Mi Drive D08 вот все данные, если вам хочется посмотреть, то поставьте на паузу почитайте более подробно он очень-очень маленький как мне кажется, я почему-то думала, что он будет намного больше, но нету прям такая малюточка, меньше чем ладонь вот, сам видеорегистратор пришел упакованный вот в такой пластик далее давайте посмотрим комплектацию а потом уже вернемся к видеорегистратору в комплекте идет инструкция по применению очень надеюсь, что здесь есть русский язык и можно будет прочитать на русском языке вижу, здесь есть вот такая вот пленочка ее, видимо, нужно будет приклеить на сам видеорегистратор или куда-либо не знаю, еще не разобралась но тут есть картинки надеюсь, дальше будет понятно для чего, что нужно так, инструкция на нескольких языках также есть русский язык и как я вижу, здесь у нас не только написано буквами также, конечно же, имеются картинки то, как, что нужно делать поэтому, я думаю, не составит труда для того, чтобы разобраться с данным видеорегистратором и один момент у продавца можно было заказать видеорегистратор с флешкой но так как у нас микрофлешка имелась поэтому мы заказывали без флешки а так можно использовать флешку от 16 гигабайтов до 64 гигабайтов и вот она все на русском языке технические характеристики вот такие тут можно посмотреть емкость аккумулятора модель также рабочая температура от минус 10 до 60 размеры данного аппарата источники питания инструкция, в принципе, на русском все будет понятно далее в комплекте давайте посмотрим, что еще входит ой, интересно, я думала, эта вкладка полностью вытаскивается а нет, она просто разворачивается с двух сторон тут имеются как бы кармашки с одной стороны у нас находится кабель я так понимаю, для того, чтобы можно было подзаряжать или подключать видеорегистратор к питанию кабель очень длинный посмотрите, сколько здесь накручено он тоненький, не двойной и тут реально очень-очень много его хватит, наверное, даже прикуривать от багажника очень длинный кабель это здорово, потому что обычно, когда идут кабели в комплекте они всегда коротенькие, прям максимально короткие насколько возможно, я не знаю, для чего делать короткие кабели сделай нормальный и все обычно делают короткие но супер, что здесь длинный кабель это здорово далее вплотнительная штука, чтобы ничего не болтыхалось и, конечно же, сам штекер для прикуривателя вот такой, ну, стандартный, обыкновенный ничего такого, он был упакован в пакетик ну и давайте посмотрим сам видеорегистратор может быть, поймем, для чего нужна будет эта пленка достанем его отсюда так, вижу, здесь что-то еще есть прям боюсь я что-либо сломать достать что-то не так резко это у нас, я так понимаю, крепеж которому прикрепляется сам видеорегистратор и сам регистратор прикрепляется к стеклу при помощи двухстороннего скотча мне кажется, не очень надежная конструкция не знаю хорошо будет, если я ошибаюсь здесь у нас имеются вот такие штекеры один у нас для зарядки видеорегистратора а второй у нас для microSD, для флешки тут у нас экранчик к которому приклеена черная пленка за которой находится экран видеорегистратора сейчас отклеивать не буду сделаем это в машине сама камера, которая также заклеена черной пленкой для того, чтобы объектив не наморался это круто, вообще супер, что все заклеено смотрите, на самом аппарате есть также все данные фирма Made in China ну и никто и не говорил, что произведено не в Китае, да думаю, сейчас не буду показывать то, как включается так как все равно пленки заклеены в принципе, в целом, в общем, пока мне все нравится если на момент монтажа видео выявится что-то не то то я обязательно укажу об этом где-то здесь также, если у вас возникнут какие-либо вопросы то задавайте мы будем пользоваться данным видеорегистратором сами и если вдруг что-то обнаружится после того, как видео опубликую то также смогу вам об этом рассказать поэтому спрашивайте, задавайте свои вопросы и на все вопросы я с удовольствием отвечу так, уже начала все выключать и потом уже решила все-таки давайте вам покажу, как включается данная камера придержу пленочку сбоку ну, включается она каким образом? нажимаем на кнопку большую держим где-то пару секунд и все это включается посмотрите, дальше можно выбрать язык она выдает, что у нас нет вид карты не стоит здесь так, язык выбираем русский путешествие безопасно каждый день далее у нас запись в обычном режиме без записи ошибка так, убедитесь, что системное время установлено правильно чтобы неточные метки времени не повлияли на доказательства тут надо будет у нас указать дату сегодня я не помню какое число я знаю, что сегодня у нас сентябрь надеюсь, видео не будет затянутым и выйдет как можно быстрее хотя, как показывает практика у меня бывает такое, что видео я могу выложить и через год после того, как я его засняла поэтому, если вы увидите это на следующий год то привет вам из прошлого о, посмотрите, я перевела на русский язык и камера начала разговаривать на русском языке очень круто она не только русифицирована также все на русском языке она с вами разговаривает мне кажется, классно и все, она выключилась то есть камера разрядана нужно ее поставить на зарядку но в целом, в общем, я думаю, немножечко вам показала потому что до этого не показала и решила все-таки уточнить и рассказать также про это я уже сюда прицепила крепеж который должен приклеиваться к стеклу лобовому и вот таким образом все это снимает я думаю, так же здорово это то, что камера небольшая и она не будет мешать обзору и во время поездки никаких неудобств не сделает на этом у меня все надеюсь, вам понравилось мое видео если это так, то обязательно поставьте пальчик вверх мне будет очень приятно я буду знать, что я не зря стараюсь остались вопросы еще раз повторяю, задавайте я с удовольствием отвечу ссылочку на видеорегистратор оставлю в описании поэтому, если заинтересовал видеорегистратор то проходите, смотрите более подробно спасибо за внимание всех целую пока-пока до встречи пока-пока и пока-пока пока-пока